Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова Елена. Продолжаем рассматривать здоровье Водолея в астрологическую призму, что он, кто он, как он болеет, как ему помочь. В общем-то продолжаем это движение. Первое ознакомительное видео было достаточно длинным и казалось бы обо всем поговорили, но тем не менее, во втором видео, как Водолей у нас болеет, можно ли отличить здорового Водолея от больного? Может быть он дополнительно стонет, закатывает руки, закатывает глаза, но, дорогие мои друзья, нет. Водолей считает это ниже в своих возможностях и иногда он манкирует, конечно, своими заболеваниями искусственно, желая создать вокруг себя ажиотаж, привлечь внимание окружающих, в общем-то для того, чтобы занять какое-то особое положение в семье. Но это розыгрыши, это шутки Водолея с определенными целями. Но если мы отвлечимся от подобных типажей, поговорим о Водолее как о больном, то я вам могу сказать, что он всячески будет держать лицо и как бы тяжело ни было внутри, он будет стараться не демонстрировать свои недуги, свои недомогания, а также чувство растерянности, которое он при этом испытывает окружающим. Поэтому, глядя на него, можно сказать, что он здоровый, но под каким-то причинам заглянул в кабинет врача. Никаких суперпризнаков, которые, напоминаю, демонстрируют люди, когда они больны, там, загламывание рук, стоны, мутный глаз, в общем, ну, все такое, как вы понимаете. Водолея этого нет. И при этом он может быть болен, и болен достаточно серьезно. Так что Водолей умеет создать видимость, что они не страдают. Поэтому тут очень сложно разобраться, и глядя даже на ребенка Водолея, кажется, что он здоровый, но на самом деле он уже к этому моменту серьезно болен. Так что внешних признаков болезни Водолей старается не проявлять. С одной стороны, это неплохо, это говорит о том, что стойкость Водолея, она достойна похвал, но с другой стороны, к сожалению, болезни Водолея достаточно острые, жестокие, и, что хуже всего, исключительно неожиданно. Кажется, вчера никаких признаков, ничего близкого даже не было, и вот сегодня он уже на больничной койке. То есть болезнь не только остра, она уже потребовала госпитализация. К сожалению, подобного рода течение болезни совершенно естественно для знака Водолей. Врачи всегда удивляются в этом смысле, ведь Водолей, в принципе, даже если допустить такую мысль, что он посещает врачей в профилактических целях, не видели ни одной из причин, которая могла бы подтолкнуть к такому острому и необычному течению болезни. Но болеть из ниоткуда очень жестко, и главное, таинственными болезнями, это совершенно в духе Водолея. Поэтому они всегда загадка для лечащих врачей, я уже говорила. И предугадать, откуда это пришло, и что это за экзотические симптомы, и как их диагностировать и подобрать им лекарства, это все достаточно трудно. Поэтому как пациент Водолей, это достаточно сложный, не только для врачей, но и для самого себя, потому что сложно, когда ты можешь заболеть внезапно, причем еще так экзотические, что с этим трудно побороться. Дорогие Водолеи, если вдруг по каким-то причинам вы начали испытывать бессонницу, это первый сигнал к тому, что надо срочно искать, что к этому привело. Надо искать болезнь, которая к этому сподвигла. Стойкая бессонница или хотя бы ее первые признаки, это уже вы начинаете метаться по кабинетам и проверять свой организм на прочность, причем не ограничиваясь каким-то определенным сектором, а проверяете все, сдаете анализы, кровь, мочу, все на свете для того, чтобы вовремя определить, что к этому привело. Но началом всех ваших болезней является бессонница. Итак, бессонница это немедленный сигнал для того, чтобы начинать действовать. Дело в том, что в самой структуре Водолея заложена мина, которая не замедленного действия, а наоборот очень быстро обзрывающаяся. Откладывать походы к врачу, это себе же дороже. Это должно быть немедленно, потому что болезнь набирает темпы очень остро. И воздействует достаточно резко. Так что отмахиваться, переносить болезни на ногах, делать вид, что ничего страшного, это категорически запрещено. Даже если это обыкновенный насморк или что-либо другое. Поэтому, дорогие мои друзья, помните, что при первых же признаках недомогания вы должны моментально быть у врача, потому что темп, с которым будет развиваться ваша болезнь, просто фантастический. Единственная радость для водолея, у него все всегда неожиданно и как снег на голову. Болезнь как начинается стремительно, но также неожиданно и заканчивается. И нету такого периода, как бы, что у нас называется, состояния, когда вы должны восстанавливать силы. Как будто бы что-то обрубается. Вчера был человек исключительно болен, но пришло время выздоровления, и он выглядит как абсолютно здоровый. Ему не нужно время для реабилитации. Вот именно у водолея все так и выглядит. Так сказать, вот щелчок, да, как кадр фильма. Вчера мы болели, а сегодня мы уже здоровы так, что даже удивительно, что он делает в конце концов среди больных, потому что выглядит исключительно здоровым. Вот так у него все необычно. Но и знак-то, соответственно, очень необычный. Но, невзирая на все, выше сказано, помните, дорогие мои друзья, для вас первый же признак недуга – это не причина самолечиться. Для вас это полное и неповторимое обследование, потому что толчком для этого заболевания может быть что угодно и находиться в любой точке вашего организма. Так что не забывайте, пожалуйста, об этом. Это очень важно. И я считаю, что, в принципе, во многом состояние здоровья водолея – это его рукодеяние. Вообще надо отметить, что то, каким будет состояние здоровья водолея, можно определить еще в детстве во многом. Потому что водолеи делятся на два типажа. Одни достаточно красивые, смелые, жизнеспособные. В общем-то, это сразу заметно. Другие нервные, слабые, капризные, явно создают атмосферу, что на них что ни дунь, что ни плень, они уже заболели, они всего боятся, такие же нервические. Такими они и остаются потом по жизни. Они взрослеют, но суть их остается, собственно говоря, той, о которой мы говорим. Жизнеспособные могут прожить достаточно безоблачную жизнь относительно. Те, кто слабые и нервические, капризные и плаксиво от природы были в детстве, могут приобрести все водолейские заболевания в полной мере. Это варикозные расширения, вен, судороги, а также львовские, то, что связано с сердечно-сосудистой деятельностью и прочим, прочим, прочим. Они болезненны были в детстве и продолжают быть болезненными на протяжении всех дней, сколько им отведено от природы. Так что вспоминайте себя в детстве, какими вы были, и, соответственно, вот это знамя вы пронесете через свою жизнь. Одним из признаков слабости, который проявляется еще в детстве, это мышечные спазмы, то, что у нас называется судорогами в ногах, особенно в ночное время. И если это явление вы наблюдали еще в детстве, от этого страдали, то вы явно относитесь ко второму ослабленному типажу, который может за свою жизнь испытать все возможные болячки, напоминаю, как льва, так и, собственно, водолея. Как этого избежать? Вам особенно нужны рекомендации, которые прозвучали и в первом видео, и, в принципе, во втором. Именно вам надо заниматься чаще всего спортом, следить за диетой, в общем-то, и так далее и тому подобное. Вам нужно все время пристально быть, держать руку на пульсе, что называется, то бишь, следить за здоровьем. К сожалению, вы относитесь к тому типажу, который таковым блеснуть не может. Хуже всего, когда судороги происходят у ребенка. Иногда это бывает кратковременное явление. Это я сейчас рассказываю родителям маленьких водолеев, у которых, возможно, есть подобное явление. Это мучительно, это больно, это пугает ребенка и так далее. Если судорога была кратковременной, то достаточно взять полотенце и растирающими движениями, в общем-то, взбодрить кровообращение, например, в той же самой икре, в ноге, до бедра, в общем-то, восстановить кровообращение, и тогда эта судорога отойдет. Но если судорога повторяется, то, соответственно, уже является системой, то есть, как ни ночи, так и у вас такие проблемы, то есть средства, которые позволяют облегчить это состояние, чтобы потом как бы не было рецидива. Средства, можно сказать, народной медицины, но безопасны, поэтому их можно использовать по полной программе. Итак, если это система и продвигается каждую ночь, что необходимо делать? К сожалению, клизма, да, вот клизму многие избегают, считают ее, собственно говоря, дедушкиными и бабушкиными методами, и по возможностям, конечно, учитывая, что она и конфузит, и какая-то процедура не очень приятная, в общем-то, клизму себе не ставят. Но тут мы говорим о здоровье ребенка. Должна быть теплая вода, в которую добавлено немного уксуса, то есть, если мы берем пол-литровую банку, то мы добавляем всего чайную ложку 6% уксуса, разбалтываем, установится клизма, а на голову укладывается что-то сильно холодное, ну, что раньше была грелка со льдом, например, и так далее. То есть, хотя бы приложили, чуть-чуть охладили голову, сняли, или очень холодный компресс и так далее. Подобные вещи снимают напряжение в организме и дают возможности отойти с удорогом. Это практиковали, практикуют и сейчас, поэтому в данном случае, как метод помощи ребенка, я вам тоже, собственно говоря, его предлагаю. Итак, клизма, теплая вода с уксусом и что-то охлаждающее на голову. Судороги отходят. Это один из способов решения проблемы. Повторные, если у вас, у ребенка повторные судороги ног, и это явление продолжается каждую ночь, есть еще один метод. Уже избежать клизмы, но, собственно говоря, тоже достаточно действенный. Вам потребуется емкость, в которую вы добавляете уксус, но тут уже можете не дозироваться, потому что это будет внешнего применения. Вам потребуется простыня, которую вы в этом растворе замочите, хорошо отожмете. Ребенок должен быть раздет. Вы его оборачиваете. Вода должна быть теплая, соответственно, чтобы у него не было шока. Оборачивайте ребенка, особенно если это маленький ребенок, в простыню эту. и сверху теплым одеялом. Он должен полежать час-полтора в этой простынке. Потом вы все это дело с него снимаете, переодеваете его в сухое белье, и судороги отойдут. Они не будут так мучительны, и так часто, собственно говоря, на него нападать. Есть шанс и эту ночь доспать, и в случае, если нужно, это повторять. Методы такие, казалось бы, странные, причем здесь обертывания. Но вот подобные обертывания я применяла ребенку, они очень действенные, уксусные обертывания, в простыне, если у ребенка очень высокая температура, в том числе. Так что это как бы универсальное средство, и температуру быстро снять с ребенка, это тогда, когда уже никаких средств нету, чтобы вы не применяли. Или как дополнительно, например, к жаропонижающим. Но я сама практиковала на своей дочке. Очень действенные средства. Плюс еще компресс уксусный на голову, температура, жар очень активно отходит. То есть приходит определенное облегчение. Ну, а если это еще помогает от ночных судорог, то, пожалуйста, практикуйте. Вот все средства, которые помогают ребенку пережить, этот ужас, они должны быть использованы. И еще помните, пожалуйста, что все это связано с затрудненным кровообращением. Поэтому, если вы будете ежедневно делать ребенку массаж нижних конечностей, то рано или поздно, безусловно, судороги прекратятся. Если вы взрослый человек, и у вас подобные явления, вам и то же самое обертывание в простыню, и массаж собственных конечностей ежедневной самостоятельной при помощи человека, который готов вам помочь, тоже прописаны в полной мере, что взрослому, что ребенку эти средства снимают судорожное состояние. Так что, желаю вам здоровья и избежать этих подобных ужасов, которые мешают спать и достаточно болезненно. Если рассматривать энергетику знака водолея, то могу сказать, что не осознавая того, он действует очень вдохновляющих на людей, которым не хватает энергии. Рядом с водолеем они чувствуют подъем жизненных сил, просто наслаждаются этими флюидами, которые от него исходят. А на людей с неустойчивой психикой они наоборот действуют успокоительно, как будто бы получили какое-то очень важное лекарство, и их нервы начинают потихонечку приходить в норму. Причем водолей ничего не сам не предпринимает, просто каждый из его энергетику использует по собственному назначению. И каждому она одному поднимает тонус, а второму приходится как успокоительное. Так что это замечательно и прекрасно. жаль, что сам водолей не может контролировать свои психологические состояния и флюиды. Он часто страдает от тоски, от неприятностей каких-то, предчувствий, болезненного состояния внутреннего, когда его нервы натянуты как струна. Дело в том, что я говорила, что эта душевная тоска, которая нападает на водолея, она приходит неожиданно для него самого. Он не может найти причины, что к этому сподвигло. Но вот, например, негативное состояние Сатурна, которое в этот момент влияет на все знаки зодиака, именно водолей почувствует своим внутренним состоянием. Тут к бабке даже не ходить. Любое негативное состояние планет отражается на состоянии души водолея. Он тоскует, он нервничает, у него начинаются перепады настроения, и он ищет причину. И, допустим, в семье все нормально и на работе, а душевная тоска присутствует. К сожалению, это то, что мы называем водолей является компасом для движения планеты. И особенно остро тоскливым своим состоянием реагирует на изменившуюся ситуацию в планетарном смысле. А когда планеты наоборот заходят в хорошее состояние, у водолея в этот момент неожиданный прилив сил, с ним все замечательно и прекрасно. Так что в данном случае это с одной стороны и хорошо жить в такой гармонии с планетой, но с другой стороны это постоянное напряжение и то прилив энергии невероятный и прекрасное состояние души неведомо откуда взявшись. но теперь мы знаем что планет либо тоска невероятная когда хочется плакать все из рук вон плохо и никак не можешь себя ни на что настроить потому что планеты зашли не в лучшую конфигурацию. Так что водолеи у нас зависят от всего и от магнитных бурь и от солнечных протуберанцев и от состояния планеты особенно Сатурна. Так что в данном случае дорогие мои друзья да вам нелегко но тем не менее придется с этим считаться и принять это как заданность таков ваш знак. Если вы по каким-то причинам испытываете вот эту тоску чем бы она была не связана с влиянием Сатурна или с испорченными взаимоотношениями с близким человеком или неприятностями на работе помните что первое что вы можете себе прописать и чем помочь своему организму а вам ведь не надо в этом вариться и наслаждаться этим чем дольше вы находитесь в состоянии тоски и переживаний тем хуже для вас вы начинаете вызывать физические для себя заболевания поэтому вам срочно надо что-то предпринимать что у нас всегда под рукой травяные настои и ванны это первое что вы себе пропишите помимо того что вы еще будете искать позитивно который будете переключаться других методов нет дорогие мои друзья наслаждаться процессом тоски даже если вы знаете что это связано например с планетами первое что вы должны понять что это все равно кратковременно если вдруг ниоткуда нахлынуло помните что это не бесконечность и сразу себе говорить это ненадолго это пройдет и бегом настаивать травяные настои и принимать приятные ванны какие я вам сейчас конечно же расскажу невероятно вот это нервное напряжение и душевную тоску снимают с основой ванны рецепт конечно выписан сейчас одену очки чтобы ничего не пропустить и помните дорогие мои друзья что если вам вдруг попался экстракт хвоя в готовом виде это должно быть у вас куплено и стоять до поры до времени а можете ничего не ждать принимать когда хотите да многие жалуются что накрашивают стенки ванны и так далее в оранжевый цвет и сильно переживают за состояние ванны забывая о том что надо переживать в этот момент не за ванну а за собственное здоровье и так приготовимся если вдруг у вас нет экстракта как делаем сосновый этот отвар иглы шишки и веточки сосны заливают холодной водой и настаивают в течении 12 часов хороший экстракт должен иметь коричневый цвет в аптеках продается готовый препарат ярко-зеленого цвета который становится таким за счет искусственных добавок ну а вы делайте натуральный на полную ванну требуется полтора килограмма экстракта если вы его берете вот в готовом виде если же вы то что вы настаивали дорогие мои друзья выливайте в эту свою ванну и принимайте теплую ванну с этим хвойным экстрактом невероятная полезная вещь очень вдохновляющая очень расслабляющая в общем-то в любом случае если нету хвойного экстракта принимайте хотя бы теплую ванну пока вы там в ней полежите расслабитесь нервное напряжение с вас схлынет но других методов нету если же у вас нервное напряжение до сегла того что вы уже приобрели стон и бессонницу и как следствие повышенное кровяное давление а также повышенное сердцебиение принимайте ванну с валерьяной лекарственная валерьянка продается у нас собственно говоря в аптеках помните что только для одной ванны вот в которую вы погрузитесь вам потребуется 500 грамм от травы поэтому это немало но тут есть за что побороться дорогие мои друзья и иногда валерьянку выращивают в собственном саду это тоже возможно достаточно неприхотливое растение его только надо приобрести корешок и оно у вас будет красиво очень живописно украшать сад растение крупное фактурное так что тут можно совместить приятно с полезным но именно ванна с валерьяной снимает и сердцебиение дополнительно урегулирует вам ваше давление сердечное ритмы и вернет нервы в благостное состояние тимьян а также ванны с тимьяном невероятно стоят тоже на страже ваших нервов приводят к успокоению и так далее то есть вам нужен килограмм свежего тимьяна то есть срезанного собственно говоря его тоже можно выращивать на собственной даче и так далее именно килограмм травы его настоят требуется для приема ванны вот вам пожалуйста дорогие мои друзья причем чтобы вы не брали свежую валерьяну свежий тимьян вы точно так же заливаете его холодной водой настаиваете 12 часов тут ничего не меняется поступаем точно так же как с иголками и шишками но эти травы невероятно вам полезны приводят нервы в чувство а нам того и надо и дорогие мои водолеи помните что народное средство это замечательно это скорая помощь для того чтобы сильно не запустить процесс саморазрушения когда ваша нервная система уже собственно говоря требует воздействия многие водолеи не доверяют врачам предпочитают заниматься самолечением и я конечно за вас рада когда болезнь еще купирована в самых зачатках и вам удалось с этим побороться значит вам врач не нужен но помните что так грань между серьезным заболеванием в острой форме у вас как бы стремительно и как тут угадаешь когда пойти к врачу поэтому чувствуйте пожалуйста что если это так недомогание чуть-чуть нервишки расшалились тут можно воздействовать ваннами но если это бессонница и бессонница уже очень стойкая то это как говорится незамедлительный поход к врачу надеюсь вы это прекрасно понимаете даже если вы им не доверяете конечно тут еще раз надо вспомнить что вы сами целители и в принципе очень полагайтесь на методы самолечения это неплохо главное не просмотреть когда без врача уже дело не пойдет дорогие мои друзья дорогие мои водоления традиционные методы решения ваших проблем вам необыкновенно близки я прекрасно понимаю что вам вы предпочтите угловое укалывание какие-нибудь там в общем-то народные методы походом к врачам или займете самолечением подозревая в себе какие-то лекарственные возможности и силы все это замечательно и хорошо самое главное не пропустить те болезни которые самолечением не заканчиваются почаще пожалуйста интересуйтесь состоянием собственного аппендицита уж кому грозит острый аппендицит так это вам и вообще все острые состояния самых обыкновенных болезней вам тоже могут свалиться на голову поэтому здесь тонкая грань между нетрадиционной медициной которой вы расположены и официальной без которой вы тоже обойтись не можете ну что ж вот так вот мы прошлись кругом бегом по основным моментам у нас остается третье видео где мы поговорим о вашем астрологическом меню которое является основой здоровья те продукты без которых вы не можете существовать при помощи которых вкушая их ежедневно можете поддерживать свой организм это тоже очень нужная информация поэтому астрологическое меню для вас это третье видео и заключительное ну а в конце как всегда Донецкой Дейд Рукодающего это для тех кто поддержит мой канал большая благодарность большое спасибо вам вот как говорится лишних слов в этом смысле не бывает невероятно признательна вам с вами была Елена с вами была Елена